Ну, вы знаете же, я в Одессе и родился, и жил, и живу до сих пор, и москвичем я не считаю себя, я как бы в эмиграции здесь. И я снимался тоже, ну, начну в кино, с Зиновьевым Финчем Гертом. Был фильм «Бендюжник и король», мюзикл, где мы все пели, вообще хороший был мюзикл. Очень долго снимали на Молдаванке, во дворе, усталые, сидим. Он мне говорит, Зиновьев Финчем, пойдем на Дерибасовскую. Я говорю, не надо, Зиновьев Финчем, перестаньте. Идем на Дерибасовскую. Я говорю, не надо вам туда ходить. Я тебе говорю, идем на Дерибасовскую, что ты это? Я говорю, ну, смотрите, я вам говорил. Мы пошли, ну, то, что его знает, вся Одесса обожает, и он обожает Одессу, это все знают. И толпа собралась, стали брать у него автографы все, и спрашивают, сколько вы имеете за этот фильм. Ну, в смысле, за зарплату. И всем, интересовались всем. Он всем рассказал все, сколько он имеет, за один съемочный день, за два. Короче, толпа хохотала, там какие-то пошли анекдоты, все, часа полтора. Он стоял и рассказывал. И я его взял под руку, и мы пошли на бульвар, там рядом, на Приморский бульвар. Он устал и сидит. Я говорю, ну, я же вам говорил, Игорь Зинофич, зачем вы тогда пошли? Тогда через паузу он сказал, я хочу, чтобы тебя тоже узнали. Я очень люблю круизы. Круизы, я всю жизнь в круизах, всю жизнь. Одесса, Батуми были круизы по семь дней. Пока жена рожала, я плавал. Она еще раз рожала, я опять плавал. Ну, это были потрясающие, долго рассказывать. Капитаны, белые все. Вот, а тут уже в Москве я ходил 24 дня вокруг, значит, Европы, Англия, вокруг Европы, и мы пришли в Голландию. И я решил пройтись по городу, было воскресенье, тихо, все магазины закрыты. Я так вышел, 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 вдруг слышу сзади, Роба! В Голландии. Истерический крик, я оборачиваюсь, китайский ресторан стоит, я присматривался, говорит, не узнал, я говорю, ну, узнал, узнал. Мой одноклассник, когда-то мы с ним учились, черти, когда, иди сюда, ты любишь китайскую кухню. Я говорю, ну, вообще, иди покушай что-нибудь. Чан-чунь, он позвал какого-то повара, чан-чунь. Тот вышел, говорит, так, принеси нам с Романом картошечку, селедочку, оливье, оливье, принеси нам борщ с пампушками, принеси нам киевскую котлету и перцовочку, и все. А потом вареники с вишнями добавишь, там все. Китайская кухня. Мы с ним, мы с ним проговорили, ну, до 12 ночи стоял теплоход, и он меня пошел провожать, ну, потом по городу еще с ним, в общем, целый день провели, вспоминаю все. И я, он меня посадил на судно, и, клянусь, пара ходачаливала, я на корме стоял, а он стоял и слезы вытирал. Вот это Одесса. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ